За боевые заслуги посмертно наградили Орденом Отечественной войны 2-й степени нашего земляка, рядового разведывательной роты 314-й стрелковой дивизии Якова Плешивцева. В торжественной обстановке удостоверения и награду передали сыну ветерана войны. Подробности далее. Яков Плешивцев уроженец села Покровка. Родился в 1906 году. На фронт был призван в 1941. Спустя год Яков Филиппович в составе 314-й стрелковой дивизии отправился освобождать блокадный Ленинград. 11 апреля в одном из боев наш земляк был тяжело ранен. Вражеский осколок раздробил плечевую кость. Чтобы спасти жизнь солдату, врачам пришлось ампутировать ему левую руку. Плешивцев Яков Филиппович был удостоен Ордена Великой Отечественной войны 2-й степени. К сожалению, он не смог своевременно его получить. Совместно с его сыном Николаем Яковлевичем мы проделали большую работу, оформили специальные запросы и, наконец, сегодня рады передать ему удостоверение, заслуженное его отцом высокой боевой награды. После тяжелого ранения Яков Филиппович вернулся на малую родину. В родном совхозе Образцовый фронтовик многие годы трудился механизатором. После окончания войны награжден медалями за боевые заслуги и самоотверженный труд в тылу. Мне в то время было, ну, когда он вернулся 4 года, я практически меня отец с собой брал. Я видел эту работу, чем занимались люди, как это время шло. Трудное было время. Отец никогда не любил и не рассказывал эти военные операции. И никогда это. Для участников войны это они не воспринимали и не рассказывали. Вот так вот произошло и всё. При операции на реке Сибирь, это проявление Ладейного поля. Спустя 74 года фронтовику, герою, освобождавшему оккупированный фашистскими захватчиками Ленинград, присвоен Орден Отечественной войны второй степени. На церемонии награждения присутствовали ветераны, гости из Российской Федерации, представители волонтёрских организаций и родственники Якова Филипповича. В этот день за вклад в сохранение истории и проведение поисковых операций награждён руководитель военно-патриотического клуба «Саланг» Александр Озегов. Кирилл Потёмкин, Адиль Нуржанов, Служба новостей.